Итак, что думают наши телезрители? Нужны ли изменения в правительстве Архангельской области? Об этом прямо сейчас. Здравствуйте! Здравствуйте! В прошлой передаче мы спрашивали наших зрителей и подписчиков о том, нужны ли изменения в структуре правительства Архангельской области. И вот какие результаты мы получили. Да, нужны 60%, нет, не нужны 10% и все равно лишь бы людям жилось хорошо 30%. На этой неделе состоялась сессия областного собрания депутатов, на которой были утверждены новые кандидатуры заместителей губернатора Архангельской области. Это Алексей Андронов и это Алексей Гришков. И появилась новая должность премьер-министр. Премьер-министром стал Алексей Алсуфьев. На этой же неделе утвердили и бюджет, чтобы нашему новому премьер-министру было с чем работать. Итак, утвердили бюджет в текущий год изменения, а также утвердили и бюджет на будущий год 2016, правда пока только в первом чтении. Как же мы будем жить в этом году? К концу года в нашем бюджете появились источники и дополнительные доходы. В сумме 2 миллиарда 792 миллиона рублей. Это доходы от акцизов на нефтепродукты, транспортный налог, налоги на прибыль, на имущество, на добычу полезных ископаемых, штрафы, а также дополнительные средства из федерального бюджета. Ну и на что же пошли эти средства? Эти средства будут потрачены на школа и детские сады в Вельском, Виноградовском, Каргопольском районах, Новодвинске, Катунино, строительство лыжероллерной трассы на стадионе «Малые Карелы», на замену вышедшего из строя специализированного медицинского оборудования 1-й городской больницы города Архангельска, строительство учреждений управления федеральной миграционной службы, реставрация на объекте коммерческий банк на набережной в Архангельске, переселение из ветхого аварийного жилья, восстановление моста через Вагу в Вельском районе, обеспечение лекарствами, ремонт музыкального колледжа в городе Архангельске. Здесь видно, что для города Архангельска есть некоторое количество объектов, на которые будут потрачены деньги. Я думаю, что для горожан это очень будет хорошим подарком к Новому году. Ну и на сессии также был утвержден бюджет в первом чтении на 2016 год. Тоже кратко остановимся на его параметрах. Итак, доходы областного бюджета на 2016 год составляют 60 млрд 574 млн рублей, расходы 63 млрд 434 млн рублей. Стоит отметить, что расходы уменьшатся по сравнению с прошлым годом на 3 млрд 678 млн рублей, ну или по-простому на 5,5%. Основные сферы, за счет которых произойдет уменьшение по сравнению с прошлым годом, это, внимание, ЖКХ на 1 треть, физическая культура и спорт также на 1 треть, ну и для полного счастья на культуру на целую 1 десятую. Озвучим лишь некоторые параметры структуры расходов бюджета на 2016 год. Образование 26,5%, здравоохранение 19,2%, социальная политика 18,3%, ЖКХ 7,4%, правоохранительная деятельность 1,7%, на культуру 1%, расходы на охрану окружающей среды, физкультуру и спорт в совокупности менее 1%. Я, насколько помню, в прошлые кризисы, которые у нас бывали, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин всегда говорил, какой бы ни был кризис, но расходы на физкультуру и спорт в любом бюджете должны быть приоритетными. Безусловно, особенно если учесть, что с будущего года у нас все наши школьники уже начнут сдавать нормы ГТО, а с 2017 года и все население Архангельской области. Как мы будем строить спортивные объекты, конечно, в такой ситуации, пока совсем остается непонятным. Самое главное, как нормы ГТО будем сдавать. Да, и на чем мы их будем сдавать и где, особенно если учесть, что там практически в каждой норме ГТО стоит плавание. Где же мы будем плавать? По всей Архангельской области. Ну и это было только первое чтение нашего бюджета, возможно еще и различные изменения. Ко второму чтению депутаты могут готовить свои поправки. Ну и уже сейчас они высказали своих пожеланий на целых 600 миллионов рублей. Посмотрим, как дальше будет распределяться наш бюджет. Еще один интересный вопрос, который обсуждался на сессии, это предоставление Росатому разрешения на проведение исследований для строительства ядерного полигона на Новой Земле. Что же там обсуждалось? Ну а обсуждали на сессии мы не конкретное разрешение на строительство непосредственно объекта на Новой Земле, а лишь разрешение, чтобы начать исследование для того, чтобы определить в итоге, смогут они здесь построить такой объект, эффективен ли он будет, и насколько вообще он необходим, и насколько логистически правильное место выбрано для этого объекта. Чтобы компания получила финансирование и чтобы они начали проводить различные экспертизы, в том числе и экологическую. И после того, как все эти процедуры уже будут соблюдены, Росатом вновь обратится в правительство Архангельской области, к депутатам областного собрания, тогда уже пойдет речь о строительстве этого объекта, и тогда уже будут обсуждаться вопросы подписания социального соглашения с Архангельской областью, обсуждение вопросов строительства, привлечения наших компаний, вопросы инвестирования и так далее. Но все это вопросы будущего. Кстати, представители Росатома заявили о том, что размещаться на территории Архангельской области будут не все отходы, а лишь более-менее спокойные, назовем так, 3-го и 4-го класса, а вот самые страшные и опасные объекты будут вывезены с территории Архангельской области. Фактически, в случае, если все-таки принято будет такое решение и строительство начнется у нас на территории, то тогда мы говорим о том, что наша область будет наконец-то очищена от этих радиоактивных отходов. Депутаты областного собрания дали разрешение на проведение таких экспертиз. На сессии обсуждался также еще один вопрос, касался он законотворческой инициативы в Государственную Думу. Говорили мы о том, чтобы разрешить на территории всей Российской Федерации принимать законы о миссионерской деятельности. Чтобы регионы могли сами решать, в каком регионе надо принимать подобные законы. К сожалению, сейчас у нас в некоторых субъектах Российской Федерации идут различного уровня судебные решения о том, можно все-таки принимать такие законы или нет. Ну и, соответственно, самая главная задача этого федерального закона – однозначно дать понимание того, что такие законы могут приниматься. В частности, когда принимали наш закон в первом чтении в Архангельском областном собрании по ограничению деятельности СЕК на территории Архангельской области, были отрицательные заключения прокуратуры Архангельской области, Министерства юстиции Архангельской области. И все ссылались, в общем-то, на Верховный суд. Там рассматривался протест прокуратуры Новгородской области по подобному закону. И вот буквально на днях Верховный суд вынес решение, что Новгородская область может принимать такой закон. Соответственно, я надеюсь, что на ближайшей сессии, которая состоится в декабре, наш закон будет принят во втором чтении. Кстати, он опять же вызвал сильный резонанс. На этой неделе мы все стали свидетелями того, как свидетели Иеговы решили, что необходимо подать в суд на нашего владыку. Хочу еще раз напомнить, когда подобный резонансный закон мы принимали по защите прав наших детей от пропаганды гомосексуализма в Архангельской области, Архангельское областное собрание, если помнишь, было завалено письмами из Евросоюза и Соединенных Штатах Америки. И везде говорилось о нарушении прав человека. Когда мы стали принимать законы, ограничивающие деятельности на территории Архангельской области, а я, кстати, хочу сказать, что все они фактически финансируются из Соединенных Штатов Америки или из Евросоюза, тоже мы получили массу писем о нарушении прав человека. А для чего же американцы это делают? Какое твое мнение? Ну, самый, наверное, главный и простой ответ на этот вопрос. Они пытаются всяческим способом, что с помощью распространения нетрадиционных религий, так и с помощью нетрадиционных ориентаций, подорвать наш государственный строй. В частности, петь и вставать под гимн, чтить наш флаг. Ходить на выборы, служить в армии. А служить в армии, как мы с вами знаем, это почетная обязанность каждого гражданина Российской Федерации. Таким образом, мы знаем, что сегодня наша страна находится под санкциями как с американскими, так и в Евросоюзе. Нам не дают получать кредиты иностранные, нам не дают получать дорогостоящие оборудования. В то же время находят миллионы долларов, чтобы финансировать деструктивные секты и распространять литературу в Архангельской области. Часть из этой литературы изъята нашими правоохранительными органами. У нас уже есть на территории Архангельской области прецеденты и судебные решения. И эта литература признана экстремистской. Поэтому мы должны защитить нашу страну и наших граждан от такого вторжения. Ну и нашу веру традиционную. Безусловно. Ну и по традиции очередной опрос. Сегодня он звучит следующим образом. Нужно ли информировать жителей города и области о том, как формируется и расходуется областной бюджет? Ну и три варианта. Да, нет и затрудняюсь ответить. Пишите нам в социальные сети Facebook и ВКонтакте Александр Дятлов и Екатерина Поздеева. На экранах телевизора вы видите наш электронный адрес. Ждем ваших ответов и пожеланий. Всего хорошего. До свидания. Всего доброго.